Следующая глава называется «Распорядок дня». И это то, что Равицкак рассказывал уже после того, как у него была операция на сердце, после того, как у него неожиданно в Москве за несколько дней до Пасхального Седера вдруг открылась трудности с дыханием, настоящая астма. И множество дополнительных болезней. Я помню, как у него была рожа на ноге, тоже в Ешиве, в Москве. Ему делали, хава делала, ему мазала ногу, потому что оттуда взяли сосуд и перенесли в сердце. В общем, целый букет. И то, что говорит Равицкак. Раньше я всегда молился первую молитву, Ватикин. Это написано в Талмуде, великие праведники. С первым лучом солнца они уже стоят на молитве Шмонайсры. То, что и называется молитва. А до этого все предыдущие молитвы, включая Псукейда Зимра, особенные псалмы, установленные нашими великими мудрецами Великого Собрания, благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма. И вот с первым лучом солнца они стоят на молитве. Так вот, раньше Равицкак говорил, когда у него не было этого букета болезней, он всегда молился в Атикин. А сейчас у меня здоровье не то. Я молюсь только в 7 утра. И прихожу домой в 8. Он рассказывает о своем распорядке дня. С 8 до 9 я отвечаю на телефонные звонки. В 9 я бегу в Равинат. Я не работник Равината. Я просто бегу туда помочь людям, особенно говорящим по-русски. Потом бегу в Ешиву двор Ирушалаем на урок Торы с четверти первого по четверть второго. Потом молюсь дневную молитву, полуденную молитву Минку. И где-то в районе двух-двух с чем-то возвращаюсь домой. Иногда там меня уже ждут люди. Иногда я сам должен бежать по делам. Но теперь я вынужден полежать часа полтора. Если не полежу, будет по мне заметно. И вот то, что рассказывают близкие друзья Равицка-Козильбера. Это братья Лернеры. Один из них, Яков Лернер, пламенный хасид Хабада, он рассказывает. В юности они жили по соседству с Равицкаком. И вот он говорит, что в юности я очень интересовался спортом, занимался спортом, знал имена всех чемпионов. Как и все. Иногда я рассказывал о них Равицкаку-Зильберу. Ровесники революции. А вы помните, что Равицкак родился 3 ава 1917 года. Трудно сейчас перевести ровно число по еврейскому календарю. Так вот, этих людей называли ровесниками революции. И они росли параллельно. Они, эти спортсмены, бегали. И он бегал. Но где все эти чемпионы 30-х, 40-х годов? Давно забыты имени, их имена. А этот слабый, такой неспортивный Равицкак. Дай Бог ему здоровья. И сейчас продолжает бегать. Как-то тут, в Израиле, он прибегает ко мне ночью. Мы с тобой должны сейчас ехать. Вспоминает Равьяков Лернер. У меня машина. В чем дело, Равицкак? Расскажите. Один человек сейчас пошел вешаться. А откуда вы знаете? Я пришел к нему, а там записка. А у меня тоже ситуация непростая. Продолжает Равьяков Лернер. Вот-вот жена должна родить. Никого в доме нет. Может быть, скоро нужно будет везти ее в больницу. Но раз еврей пошел вешаться, мы побежали с Равицкаком. Сели в машину и поехали. Равицкак, вы знаете, куда он пошел? Ну, примерно, предполагаю. Езжай сюда. Приехали в одно место, в другое, в парк. Уже два часа ночи. Приехали куда-то, он говорит. Ну, здесь остановись. Я сам пойду. Там пещера. Оказалось, что тот совсем не повесился. Только Равицкак целую ночь его искал, за ним гонялся. Теперь этот человек, уважаемый человек, у него своя фирма, все у него в порядке. Если бы у Равицкака был такой один. А то все время они его пугали. А он им верит. Я сказал Равицкак, ну, пусть бы повесился. Будет одним дураком меньше. Что ты говоришь? С ужасом воскликнул Равицкак. А однажды, лет пятнадцать назад, продолжает Яков Лернер, за два часа до Песока, Равицкак мне звонит и говорит, ты можешь принять на седр, паскальный седр, одного человека. Конечно, пожалуйста. И он приводит к нам. Уголовник только что, он вышел из тюрьмы. Каким-то образом, тот попал к Равицкаку прямо в канун Песка. А потом Равицкак должен был платить за него долги. И так продолжает Равицкак порядок своего дня. В шесть вечера занятие в Ешиве Швутами, где я преподаю пятикнижие, хумыш. А с восьми вечера до двенадцати разный митцвод. Равицкак говорит, разная работа. Например, закончить книгу о Торе. На вопросы ответить. И по телефону, разные обрезания, разводы, прочее. Люди приходят, часто засиживаются допоздна. По четвергам с пяти до шести вечера занятие у меня дома. По средам с восьми до девяти. Кружок по изучению Торы в Нево-Якале. Как родился этот кружок, в котором Равицкак преподавал больше двадцати лет. Интересно, как он возник. Когда в семьдесят втором году я приехал в Израиль, продолжает Равицкак, не было ни одного кружка, ни одного русскоговорящего ешеботника. Как-то позвонил мне профессор Эммануил Любошиц и сказал мне с горечью, что в Ярославинском районе Нево-Яков один крещеный еврей из Москвы организовал кружок. Люди приходят как будто послушать музыку, а он их агитирует принять христианство и уводит от евреистов. И вот то, что вспоминает Равыгаль Полищук. Лет восемнадцать назад в Иерусалиме появился один активный христианский миссионер из России. И вот в разговоре со мной Равицкак как-то спросил, что я думаю, что можно сделать. Я сказал, что нужно пойти к великим мудрецам нашего поколения, к Долея Дор, и посоветоваться с ними. Потому что дело это очень серьезное. И этот человек приносит много вреда. Но Равицкак отреагировал на эту мою идею совершенно неожиданно для меня. Гудолея Дор, великие мудрецы Торы, они должны заниматься Торой. У них не всегда есть время на наши вопросы. И вообще я тебе расскажу. При жизни великого мудреца, главы Ешивы Мир, Равхайма Шмулевича, благословенно память праведника, я был счастлив тем, что удостаивался в субботу сказать ему «Гуд шаббес», «Добрый суббот». И один раз я стоял на молитве возле него в расстоянии в четыре шага, то есть примерно в двух метрах. И вот то, что Равицкак сделал. Я подумал, есть ли евреи, далекие от своих корней, узнают о своем еврействе, и все это чуждое им влияние автоматически перестанет действовать. И я договорился с моими друзьями еще из Казани, с семьей Гинсбургов, которые жили в Невоякове, и открыл у них дома урок по изучению Торы. И я зашел к этому миссионеру и пригласил его, его семью. Они поблагодарили, но, конечно, не пришли. И вот удивительная вещь. Только я начал постоянно давать этот мой урок в Невеякове, как вся миссионерская деятельность ликвидировалась. И он, этот главный миссионер, уехал во Францию и стал там священником. А этот кружок, который так удивительно был открыт в Невоякове, в нем уже около 20 человек. Некоторые приезжают даже из Кириатарба. И обстановка во время этого урока очень теплая. А некоторые стали совсем религиозными. Появились и новые. Они готовят свои вопросы на недельную главу, на Порошат Шавуа. И я отвечаю. А когда я лежал в больнице, этот урок продолжал мой сын Бенцион. А когда он не мог, этот урок проводила моя дочка Хава, Рабанит Хава Куперман. Но занятия пропускать нельзя. Есть у меня еще один постоянный урок по субботам. И это урок по Мидрашу. Вы знаете, главный Мидраш Раба, которым используют часто в своем комментарии Раши. А Равыцкак рассказывает, что после Минки, после-после полуденной молитвы и до вечерней, в субботу, обычно люди проводят третью трапезу. На эту трапезу в синагогах часто накрывают столы. И вот во время этой третьей трапезы я даю урок. Причем, впервые Равыцкак начал этот урок в 41-м году. И продолжал его до сих пор, я продолжаю его, каждую субботу. Около года пропустил, когда я лежал в больнице. И этому уроку уже 60 лет. И интересно, где проводил этот урок в Израиле? Он получил квартиру в Иерусалимском районе Санедрия Мурхевет. И там рядом был дом престарелых, религиозный. И там он наидыш давал этот урок по Мидрашу. В свое время ученик Иешивы Ор Самех, художник, бывший театральный художник, Равыцкак Левин. Он попросил Равыцкака давать урок по Мидрашу. И собралась группа болей Чува. И им тоже на протяжении ряда лет Равыцкак давал этот свой урок. И продолжает Равыцкак. О свадьбы, обормицвы. И, как правило, не одна в день. А вуку первенца. Я мог бы всего этого не делать. Сказать себе, уже мне не 50, даже не 60, даже не 70. Пора и отдохнуть. И врачи это велят. И вправду, без меня может обойтись. То, что без меня может обойтись, я не делаю. Но уроку, моему уроку в Нове Яковье уже 20 лет. Люди туда приходят. И многие очень сильно изменились за эти годы. Не могу же я все бросить. И не только одно это дело. Я и рад. Вы понимаете, когда смысл жизни человека, чтобы исполнять волю своего отца, который на небе. мы видим, вы знаете, как-то вечерами я встречался с Рабыцкаком. Может быть, после какого-то урока я его отвозил. И он начинал мне говорить, Патлас, послушай, сегодня у меня было бармитство, сегодня у меня было обрезание, сегодня я был на такой-то свадьбе. Я думал, ну что он перечисляет? А на самом деле это те бриллианты, которые он заработал в течение этого дня. Я помню, как на одной свадьбе сына моего друга Рава Шимона Познера за царь, на которой присутствовал великий раввин Рапинкас Шайнберг. А Равыцкак сказал, я хочу сказать слова Торы, но мне неудобно. Здесь присутствует такой великий раввин. Цвиз просил его. Я пришел, и я обратился к раввину. Он не понял, что я от него хочу. А потом, когда он понял, он сказал, конечно, конечно. А на всех свадьбах, там, где были особенно русские свадьбы, Равыцкак говорил, двар Тора, слова Торы, которые касались этой недельной главы. Сначала на русском, а потом на еврите для гостей, которые не знали русского. Почему? Потому что часто на свадьбах жених и невеста несколько часов находятся в закрытой комнате после хупы, там их фотографируют и так далее, а люди здесь едят трапезу и не знают, что это же должна быть трапеза заповедь, и они там, а эти люди здесь. А во время этой трапезы должны быть слова Торы. Обычно встречаются люди, рассказывают последние новости за столами, кто-то нашел место, кто-то не нашел, ему принесли то, не принесли то. И вот это то, что везде делал Равыцкак, чтобы были слова Торы. Тогда эта заповедь связанная, эта трапеза связана с заповедью. И еще в одной вещи рассказывает Равыцкак то, что составляло одну из очень существенных частей его служения Творцу. Как-то он показал мне в его доме в шкафу была целая полка, что это такое? Это геты. Это те разводы, которые он добился, чтобы они произошли. Что рассказывает Равыцкак, эта глава называется «Дела семейные». Израильская специфика – геты. Согласно еврейскому закону, супруги считаются разведенными, как только женщина получит гет – разводное письмо. И в присутствии двух свидетелей муж должен заявить, что такая-то и такая-то жена ему больше не жена и подписывает специальный документ. И на основании этого документа раввины составляют гет – разводное письмо. И есть женщины, которые давно разошлись с мужем, но не получили такого письма. По еврейскому закону они считаются неразведенными, и она не имеет права вступить в новый брак. А если она вступает в такой брак, то это полное нарушение еврейского закона. и больше того, дети, которые рождаются от этого брака, называются мамзырим, то есть те, которые не имеют права жениться, выйти замуж за еврея или выйти жениться на нееврейки, им разрешены только такие же, как они, либо геры. И в Союзе Равицкак тайно занимался еврейскими разводами. А в Израиле это можно делать свободно. И многие приезжали в Израиль, разведясь по советскому закону со своими мужьями в Израиль и думали, что здесь они приведут все дела в порядок. Но были и такие, которые даже не понимали, что это необходимо сделать. Потому что откуда они знали, что если была купа и не было гетто, то она считается замужней женщиной. И таким нужно было помочь. И так случилось, что и в Израиле Равицкак начал заниматься геттами. Трудно было еще и потому, что расставшиеся супруги часто находились мужья, были там, а женщины в Израиле. И разыскать этого бывшего мужа было очень непросто. Поэтому продолжает Равицкак, у меня с разводами связано бесконечное число самых необыкновенных условий. И вот Равицкак рассказывает про развод с особенным условием. «Я узнал, что одна женщина, не получив развод от первого мужа, вступила в новый брак. Я пошел к ней, чтобы помочь по еврейскому закону произвести развод. Ну, мы составили текст гетта, так обычно называют документ от мужа, хотя это еще не гетт, а только в будущем он будет так называться. И послали его в Бухару, где жил ее муж. Она была бухарская еврейка, и он тоже, но он не подписал. Причем, как это нужно делать, это у меня особенная история, я учился в Колеле у Равмойши Шапира, вдруг там звонок, вызывают Цви Патласа, Равицкак говорит, Цви, ты должен срочно ко мне приехать, и у меня встреча у Равы Лияжева, и мне нужно, чтобы ты перевел текст Арша А, это уполномочение. И севрит, она русский язык, перед Равы Лияжевым, я стоял, и он сказал мне, что и как нужно добавить даже русскими буквами, Лишми, Улишма, Улишем Герушин, во имя меня, во имя имени моей жены, и для развода. Так это я написал сначала русскими буквами эти слова на иврите, а потом перевел их. Так вот, через некоторое время, когда этот муж в Бухаре не подписал с двумя свидетелями уполномочения, через некоторое время я узнал имя его брата, который жил в Иерусалиме. Правда, жил он далековато, в Гилу, и на пятом этаже, и мне пришлось три-четыре раза ездить к нему, пока он написал брату письмо с просьбой подписать гет. Письмо отправили, но тот опять отказался. Скоро в Израиле, в город Ор-Иуда, приехали родители этого бухарца, и я отправился к ним. Поговорил, и они ему тоже написали письмо. «Дорогой наш сын, из-за тебя падает большой грех и на жену, и на весь народ Израиля. Пожалуйста, подпиши гет». Но он и сейчас отказался. Тогда я предложил родителям поговорить с ним по телефону, о чем хотите, ну и про гет. А тогда международные разговоры, это было дорогое удовольствие. Ну, они приехали ко мне и по моему телефону беседовали с сыном почти полчаса, а тогда каждая минута это было чуть ли не пять долларов. Но сын опять отказался, не уступил. Ну, в таких случаях обычно теряет надежду. Но Равыцкак, вы помните, мы говорили, я делаю все, что зависит от меня. И он не потерял надежду. Прошло еще несколько месяцев. Я делал обрезание бывшему москвичу, не знаю почему, пришло мне в голову рассказать ему про этот гет. Он выслушал и говорит, я знаю этого человека, он женат на моей родственнике, попробую написать ему. Но он тяжелый человек. Москвич написал и получил в ответ письмо со вставкой на языке бухарских евреев. Это особенный еврейско-таджикский язык. Муж требовал, пусть эта бывшая жена, с которой он расстался, подпишет обязательства, и это было изложено по-бухарски, и пусть подпишет его десять рабинов из Иерусалима, только в таком случае он даст ей развод. Гет. Я пригласил к себе десять рабинов, и эту женщину я по-бухарски не понимаю. Она прочла и залилась слезами. Оказывается, муж потребовал, он ей даст гет, только если она примет на себя все его грехи от рождения до нынешнего дня. Я ей объясняю, беспокоиться нечего, и бояться нечего. Творца же не обманешь, а она твердит, вы не знаете, сколько тонн грехов у этого человека. И рассказывает, что на пятом месяце беременности он выгнал ее на улицу и вместо нее взял себе в дом татарку. Я продолжаю ее уговаривать. Я понимаю, но не бывает, чтобы человек грешил, а потом продал все свои грехи другим. Раз нужна подпись для гетто, можно пойти на любое условие. На самом деле, про передачу грехов нечего говорить, а про передачу заслуг, как это было с Равицкаком Маргелланером, который половину своих заслуг написал документ, что он передает тому человеку, который разрешит, чтобы прошли трубы для кошерной миквы, которые строили в Маргеллане. За счет этого, говорит Равицкак, мы разберемся в будущем мире. Но она не соглашается. Я уговаривал, уговаривал, даже предложил ей сумму денег. Она ни в какую. Ну, у меня иссякли все аргументы, и равины ждут. Им пора уходить, у них дела. Пришли они в восемь утра, а сейчас уже десять. Один вообще должен уехать. Но Творец помог. Я говорю, ты должна подписать то, что он просит. Я тут же принимаю все его грехи на себя, от тебя. и она согласилась. И я написал, что принимаю на себя все его грехи. Все то, что она потеряет, когда подпишет это условие. Составили письмо к мужу, что женщина принимает на себя его грехи, при условии, если он даст развод, если нет грехи, остаются на нем. Письмо подписали десять равинов, поставили печать, и послали к нему письмо он вернул, и с ним подписанный документ Аршаа уполномочения. Этим я уполномачиваю, чтобы был написан гет, и чтобы его передали моей жене, чтобы этим гетом она развелась. Это было чуть ли не двадцать лет назад. Дети, которые родились у этой женщины после гетто, они уже учатся в Ешивах. У меня до сих пор хранится письмо равинов. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...